Андрей Гасан И я начну с небольшой предыстории. Когда я поступил на нашу кафедру, то на первом году обучения я столкнулся с неким таким социально-интеллектуальным шоком. Я обнаружил, что у массового сознания людей существует огромное множество различных предубеждений, предрассудков, стереотипов, дискредитирующих не только психологию, но и всю науку в целом. И данное положение дел во многом поспособствовало тому, что, вооружившись научным методом, я стал наторпованный псевдонаукой, паранаукой, лженаукой и прочей хинеей, паразитирующей в умах людей, собственно говоря, занимаясь популяризацией науки. И для начала давайте посмотрим на все эти феномены в отражении массового сознания людей. По последним данным всероссийского вопроса у жителей нашей страны по-прежнему слена вера в самое различное паранормальное явление, об этом констатируют в ЦИОМ. 55% россиян считают возможным предсказывать будущее, 50% верят в приметы, 48% верят в колдовство, и около трети наших сограждан верят народным целителям и астрологам. И сегодня я хотел как раз таки с вами поговорить о причинах такого распространения предрассудков, суеверий и лженаучных идей в современном сознании людей. И, собственно говоря, проанализировать, зачем и почему мы во все это с вами верим. И первый ответ, от которого мы с вами будем отталкиваться в сегодняшнем выступлении, почему мы во все верим, это потому что так устроен наш мозг изначально запрограммированный во все верить. Вообще, я сейчас сделаю еще один акцент, который будет тоже сопутствовать на протяжении всего моего выступления. Современная научная картина слишком сложна для массового осознания людей. То есть ни один ученый не может уместить в своей отдельно взятой голове все знания, добытые наукой, пусть даже за последние 100 лет, что уж говорить о простых смертных. И неверия, скептицизм, научный подход требуют усилий на преодоление этого врожденного механизма верить. И сейчас я предлагаю немножко углубиться в понимание этих процессов и найти объяснение нашему поведению через различные научные подходы, но в основном они будут психологического содержания. И начнем мы с позиции возрастной психологии. Так, исследования последних лет показали, что неприятие научного знания уходит коньями в детскую психологию. И одной из важных причин является несоответствие многих выводов современной науки врожденным свойством и наклонностям человеческой психики и устоящимся стереотипам общественного сознания. В обзорной статье, опубликованной в журнале Science, двое психологов Ельского университета, Пул Блум и Дина Басберг, рассказывают нам о таком феномене, который получил название «Сопротивление науки». И наука действительно противоречит изначальным представлениям детей об устройстве мира. Даже годовалый младенец — это уже отнюдь не чистый лист. Он все равно обладает уже определенным мироощущением и мировосприятием физических объектов. И, например, детская убежденность в том, что без поддержки предметы падают, мешает поверить детям шарообразной земли. То есть эта концепция ими принимается примерно в возрасте 8-9 лет, а до этого в нее вносятся различные систематические искажения. То есть, например, ребенок может верить, что земля шарообразная, но при этом считать, что люди живут лишь на верхнем полушарии, а на верхнем не живут, потому что падают, сваливаются. Ну вот я даже нашел подходящую картинку. Что же касается массового неприятия теории эволюции и других достижений биологии, то причина эта кроется в другой особенности детской психики, именно в присущей маленьким детям склонности видеть во всем, что их окружает, результат чьей-либо целенаправленной деятельности. И такой феномен получил название неупорядоченной телеологии. Например, специальное исследование показало твердую убежденность 4-летних детей в том, что все на свете существует для чего-то. То есть, например, с позиции детей львы существуют для того, чтобы на них смотрели в зоопарке, а тучи существуют для того, чтобы шел дождик. И исследования также подтвердили склонность детей к реационистскому, то есть божественному объяснению происхождения объектов окружающего мира. То есть, все вокруг кем-то сделано с какой-то целью. То есть, дети на самом деле примут, вероятнее всего, концепцию божественного сотворения мира, чем, например, мы достанем какой-то большой учебник по астрофистике и попытаемся им объяснить теорию большого взрыва. И привлекательность подобных идей не слабеет с возрастом. Детям даже вторят поэты, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И таким образом эти интуитивные представления мешают людям также принимать научную картину мира. Идем дальше. Следующее объяснение мы рассмотрим с позиции эволюционной психологии. И давайте для начала сравним принципы научного мышления с обыденным. Наука руководствуется принципом, что все новое неверно, пока я это не исследовал, не изучил, пока это не подтверждено. Однако наш мозг, он настроен обратно. Все, что я заметил, верно, пока не проверено. И то не факт, если проверено, это не факт, что человек сменит свои убеждения. И такой доверчивости мы обязаны лобным вдалям нашего с вами мозга, который отвечает за логические связи или, как еще называют, паттерны. То есть если мы увидим у края моста пару ботинок, разбросанную одежду, то у нас сразу же сформируется целостный образ, паттерн человека, спрыгнувшегося с этого моста. И у этого механизма страдает отдел проверки. То есть мы охотно верим в эти замеченные паттерны, автоматически их создаем, но с большим трудом и ошибками можем отделять реальные паттерны от вымышленных. И ошибки бывают двух видов, и объясняется известным примером тигра в траве. То есть, допустим, мы с вами древний человек, гуляющий по саванне в поисках добычи. И неожиданно мы замечаем рыжие пятна в траве и слышим шорох. Ошибка первого рода ложноположительная. Это когда мы принимаем эти пятна и шорох травы за тигра и бежим на утек. А на самом деле это цветочки и ветер. Мы придумали себе логическую цепочку, которой нет. Да, сформировали сразу паттерн. И, собственно, какова цена этой ошибки? Ну, никакая. Мы с вами немножечко пробежимся. Но есть ошибки второго рода. Это когда это действительно тигр, но мы не соберем рыжие пятна и шум в целостную картину, то нас тут же съедят. И цена за ошибку второго типа смерть. Соответственно, при таких расценках естественный отбор будет способствовать процветанию охотно верящих во все существ, у которых доминируют ошибки первого рода. Вообще, большей части эволюции необходимости в рациональном мышлении не было. То есть нам нужно было как-то очень быстро реагировать на ситуации, которые у нас возникают, чтобы адаптироваться и выживать в агрессивной окружающей среде. И, собственно говоря, вот этому поиску паттернов есть эволюционное объяснение. И, возвращаясь к науке, наука — это тоже отличный метод как раз-таки отсеивать реальные паттерны от вымышленных, но наука крайне молода. То есть ей, по-хорошему, пару сотен лет, что не идет в сравнении с миллионами лет эволюции нашего с вами мозга. И действительно, наш мозг от природы устроен таким образом, что он ищет закономерности. Причем часто он находит закономерности там, где их нет. И еще один феномен, с которым я бы хотел вас познакомить, — это апофения. Апофения — это переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных. Давайте нарисуем две точки, а под ними линия. Что мы с вами увидим? Ну да, рожицу лицо. То есть даже в зависимости от привязанной линии, если там вверх или вниз, можно даже будет прочитать эмоцию, радость или грусть. И умение распознавать и различать лица также критически важно для выживания в социальной среде. Кстати говоря, у нас даже в процессе эволюции сформировалась отдельная область мозга, отвечающая за распознавание лиц. И поэтому неудивительно, что люди обнаруживают лица на поверхностях Марса, на бутербродах или куске полотна в других самых нежных местах. Люди также видят религиозные изображения. И все это является проявлением апофении. Механизм апофении также тесно связан с суеверием. То есть носитель в суеверии приписывает причинно-следственные связи явлением окружающего мира, а объективно независимым друг от друга. И интересный эксперимент на этот счет провел американский психолог Беррис Киннер, который показал, что животным, даже животным, в частности голубям, присущи суеверия. В серии экспериментов голубь помещался в специальную клетку с автоматической кормушкой. И независимо от действия птицы, кормушка время от времени выдавала пищу. При этом у голубей вырабатывались своеобразные ритуалы. Один голубь бегал кругами против часовой стрелки, другой бился головой об угол клетки, четвертый и пятый совершали регулярное вращение головой. И что самое интересное, казалось, что голуби начинают чаще обычного повторять именно те движения, которые они по стечению обстоятельств решали в момент получения пищи. То есть голубь ходит по клетке, случайно ударился головой об клетку, в это время автоматически, случайным образом автомат выдал еду, и голубь такой подумал, о, классно, значит нужно биться головой об клетку, чтобы меня кормили. И начинал, короче, биться головой об клетку. И этот феномен получил название голубинных предрассудков. Но человек, по-видимому, не очень далеко ушел от голубей, из своей биологической эволюции. Черный кот перебежал к кому-то дорогу. Некоторое время спустя у человека случилось какое-то несчастье, и он связал два этих никак не связанных события. И причем подобные суверия встречаются даже у людей, работающих в высокотехнологических сферах. Например, космические корабли не летают по понедельникам в России и 24 октября. То есть эти дни считаются несчастливыми. То есть ранее в такие несчастливые дни происходили аварии, и хотя день и неделя не имеют никакого отношения к вероятности аварии, но отменить подобные суверия оказывается очень проблематичным. Примеры других распространенных примеров человеческих предрассудков включают построение причинно-следственной связи между ритуальным танцем и дождем, молитвой и чудом, принятием гомеопатического препарата и выздоровлением, определенным положением планет и судьбоносным событием в жизни человека. Отметим, что это все также является феноменом пафинии, в частности, логической ошибки мышления после значения следствия. Петух укорекает перед восходом солнца, значит, солнце восходит из-за укорекания петуха. Увы, не всем очевидно, что во всех ранее до этого перечисленных примерах обоснование причинно-следственной связи примерно такая же, как и курица и солнце. Ну, вообще, на самом деле, я считаю суеверие таким, по сути, безобидным феноменом. Но вот кто у нас самый такой суеверный? Это, например, студенты перед экзаменом или спортсмены перед соревнованием. То есть у людей случаются какие-то важные события, волнительные в жизни, а суеверия обладает очень интересной фишечкой, они снижают уровень тревоги. То есть человек перед важным событием выполняет какой-то ритуал, он волнуется, выполняет ритуал, успокаивается и успешно справляется с этой ситуацией, либо с экзаменом, либо с соревнованием. И, соответственно, это все опять подтверждается, это потом подтверждается, и, собственно говоря, так и формируется суеверие. И еще один блок, через который мы с вами рассмотрим различные псевдонаучные заблуждения, это когнитивные искажения. Когнитивные искажения — это систематические ошибки в человеческом мышлении, своего рода логические ловушки. В определенных ситуациях мы склонны действовать по иррациональным шаблонам, даже когда нам кажется, что мы исходим из здравого смысла. Список Википедии насчитывает около 175 когнитивных искажений, но даже это неполный перечень тех способов, каким наш мозг обманывает сам себя. И поэтому мы с вами рассмотрим парочку когнитивных искажений, которые более-менее согласуются с нашей сегодняшней темой. И первое когнитивное искажение — это селективное восприятие. Допустим, вы верите в экстрасенсов, и если эта тема сильно вас волнует, вы читаете новости, статьи, смотрите различные телепередачи, в которых люди демонстрируют свои сверхспособности. И читая, просматривая все это, вы все больше и больше убеждаетесь, что правы. Да, действительно, экстрасенсы существуют. Но вот в чем загвоздка. Велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкрепляющим вашу точку зрения, чем опровергающим ее. А, соответственно, вы теряете объективность. И такая основность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями, и игнорирует все остальное, называет селективным восприятием. И действительно, как только мы видим какое-то совпадение, даже отдаленное с нашей теорией, мы сразу писаем, вот, я же говорил. Но на несовпадение мы не обращаем внимания. И вообще людям, кстати говоря, свойственно запоминать лишь удачи, а какие-то провалы и негативные ситуации мы очень быстро забываем и не помним. По такому принципу очень часто работают всякие экстрасенсы, астрологи. То есть, если одно предсказание пририцателье сбылось, мы сразу автоматически забудем про сотню несбывшихся. И сейчас мы перейдем к следующему эффекту, и я бы хотел его непосредственно продемонстрировать. Поднимите, пожалуйста, руку девушки, которых зовут Маша. Не стесняйтесь. Отлично. Сейчас, пожалуйста, вслушайтесь в мой текст. Девушки по имени Маша легки на подъем и просты в общении, но могут постоять за себя, когда это нужно. Они любят доверять людям. Иногда они грустят, не проще пожалеть себя родимую. Но, в общем, они жизнерадостные и приветливые. Ну, из них, кстати говоря, получаются очень хорошие жены. Как вам это слышать? Что-то отвлекается? Отвлекается. Давайте спроем карты. Здесь, на самом деле, идет лишь привязка к имени и к полу. Все остальное, набор ничего не значащих общих характеристик, которые подходят почти каждому человеку. И если вы девушка и вас зовут Маша, то вы будете склонны определять данное описание как подходящее вам. Или вот еще распространенная ситуация. Вы читаете и натыкаетесь на гороскоп. Вы, конечно же, не верите во все эти лженауки. Вы там послушали лекцию Андрея Гассана. Но решаете прочесть гороскоп ради любопытства и интереса. Но, странное дело, характеристика подходящего вам знака очень точно совпадает с вашим собственным представлением о себе. И такие вещи случаются даже со скептиками. И психологи дали название этому феномену «эффект форрора», заключающийся в том, что большинство людей склонны воспринимать довольно общее и растутчатое описание, как точное описание своей личности. Соответственно, чем позитивнее описание, тем больше совпадений. Этим эффектом очень часто пользуются астрологи, гадалки. Представьте, вы приходите к экстрасенсу, а он вам изрекает, что вы не можете устроиться. И вы такой, да, точно, я не могу найти работу, как же вы это все угадали? И все понимают, что так с фразой «вы не можете устроиться». То есть это общие слова, которые подходят почти к любой проблеме. Вы не можете устроиться на работу, не можете найти девушку, не можете закончить дома проклятый ремонт и так далее. Кстати говоря, у этого эффекта есть еще одно название. Это эффект Барнома, но мне нравится именно название «эффект форрора», потому что именно психолог Бертром Форрор первым отобразил данный эффект в своем эксперименте со студентами. Суть заключалась в том, что он дал своим студентам специальный тест, чтобы по его результатам провести анализ их личностей. Однако вместо настоящей индивидуальной характеристики он раздал всем один и тот же разбудчатый текст, переведенный оригинал которого вы можете разглядеть на слайде. И в результате большинство студентов, когда прочли свои интерпретации, действительно обнаружили почти стопроцентное совпадение. И в итоге можем ли мы как-то проверить, зафиксировать реально существующие сверхспособности. Формально сделать это можно только с помощью открытой проверки способностей в условиях научного эксперимента. Как это, например, предлагает сделать премия имени Гарри Гудини, которая предлагает 1 миллион рублей, и ждет своего героя, который окажется способен видеть ауру, общаться с духами, показывать чудеса ясновидения, телепатии, телегенеза, левитации и прочие сверхспособности, которые наука пока не может объяснить, а экстрасенс пока не может показать, чтобы наука при этом не поймала его на мошенничестве. Кстати говоря, я тоже активно наблюдаю с самого основания этого фонда. Он уже существует почти больше года. Кстати, ближайшая проверка будет 11 декабря. Можете тоже присоединиться, понаблюдать всем этим. И чуть больше года существования в ней участвовали и финалисты битв, экстрасенсов и прочие желающие. И, к сожалению, а может быть и к счастью, скорее всего, к счастью пока что, никто и не смог подтвердить свои сверхспособности. Подобный фонд существовал и на Западе, фонд Джеймса Ренди, который... Там гонорар был побольше, 1 миллион долларов, и там каждый год было по 50-100 проверок. И действительно за это время не удалось никому подтвердить свои сверхспособности. Я говорю о фонде в прошедшем времени, потому что, насколько я знаю, он сейчас перестал существовать, но не из-за того, что кто-то заработал и выиграл, доказал свои способности, а из-за того, что основатель сам Джеймс Ренди уже такой старичок преклонного возраста по 90 лет. Я думаю, что он для себя все понял и выяснил. И поэтому, если вы знаете какого-то хорошего экстрасенса, обычно его знает подруга вашей мамы или жены, передайте ему новость, он может заработать 1 миллион рублей. И поэтому, если вы встречаете какого-то такого человека, который обладает какими-то сверхспособностями, но при общении он отказывается от любых научных проверок, ссылается на засекреченные исследования, никем не опубликованные данные, то этот человек автоматически выпадает в какой-то конструктивной дискуссии и его способности ставят в большое сомнение. Ну, собственно, всем спасибо за внимание. Я не знаю, насколько убедительным было мое выступление, но надеюсь, что оно было для вас полезным, и в дальнейшем вы будете более вдумчиво смотреть на окружающий вас мир, на различные феномены людей, встречающихся в вашей жизни. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ